Универсиада закончилась, а наследие осталось и пошло под раздачу. Сегодня во дворце грибных видов спорта провели пересчет спортивного оборудования, которое досталось по наследству со всемирных студенческих игр. Все получили бесплатно. Екатерина Сударева о других неспортивных, но от этого не менее приятных наградах. Лодка академическая двойка. На складе грибных видов спорта сверяют инвентарные номера каждой байдарки и каноэ. Лодки, на которых проводили соревнования универсиады, уже разместили на складе спорткомплекса. Скоро на них будут проводить тренировки. Больше всего это оборудование здесь ждали юные спортсмены. Когда нам привезли новое оборудование, стало очень хорошо тренироваться. Они очень удобные, очень полезные, много чего развивают. Кому-то спортивное оборудование, а кому-то кухонное. В набережные Челны прибыли четыре фуры, груженные стеллажами, холодильниками и плитами. Практически новое и абсолютно бесплатное. Всего около 300 единиц кухонного оборудования и столько же мебели. Подарок детским учреждениям набережных Челнов. Данное оборудование использовано было только 10 дней в дни универсиады. Мы в Казани со специалистами, нашими специалистами выехали в Казанчира и там открутили это оборудование, аккуратно запаковали, загрузили. Что и кому достанется, решали в городском управлении образования. Провели мониторинг школ и детских садов и составили список. Это аппарат для мойки котлов, это шкаф металлический для хлеба, стулья и столы обеденные. Правда, небольшое количество, но после капремонта нам, конечно, это очень-очень пригодится. Раздали и металлодетекторы, которые стояли на КПП на входах в здание универсиады. Их передали учреждениям УФСИН. А вот автомобильное наследие универсиады продали. Во-первых, это автомобиль практически новый, небольшим пробегом с очень хорошей скидкой. Кухонное оборудование и мебель детским садам и школам, машины автолюбителям, тренажеры спортсменам. Такое распределение не последнее. Как заверили в деревне универсиады, уже на следующей неделе планируют передать еще часть оборудования социальным учреждениям и спортивным комплексам Татарстана. Екатерина Сударева, Рустам Садреев, Вести, Татарстан.